Хей, всем привет! Меня зовут Марк, и сегодня у нас с вами будет видео в ванной. По-моему, два года назад я делал такое видео. Обязательно, обязательно прям зайдите и посмотрите его. И напишите, насколько сильно всё изменилось в моей жизни, и насколько как бы вообще всё поменялось. Суть не в этом. Поэтому, если вы не тёлка из Инстаграма, то я покажу, как я пытаюсь привести себя в порядок ранним-ранним утром, потому что нужно куда-то собираться и куда-то идти, блин. А ты как бы ощущаешь себя хуже, чем выглядишь. Ну, тебе хочется сдохнуть, всё что угодно, но совершенно точно не вылезать из постели. Через минуту я проснусь, и первое, что я сделаю, это поблагодарю Вселенную. За то, что я смог продрать глаза в такую срань. Дальше, визуализация будущих достижений. Достижения не сдохнуть, когда ты бежишь на работу с горящей жопой. Ну и, конечно, я не забуду снять денежные блоки. Ну и наличку с карты. А ещё сейчас в моде подышать маткой. Как бы, блядь, это сделать? Ну и аффирмации, если время хватит. Ну нет, блядь. Если вы, так же, как и я с утра, с трудом продираете глаза, то это видео для реальных людей. И мы снова с вами в ванной. У меня когда-то уже было такое видео, поэтому сейчас я предлагаю вам зайти и посмотреть его. Ну, серьёзно, вы посмотрите, что изменилось за всё это время. Обязательно напишите там комментарий, что вы из этого видео перешли с 2021-2019. Выгляжу я как говно, ощущаю себя примерно так же. Дальше звук будет нормальный, не переживайте, потому что здесь эхо. Будем наносить уход, приводить себя в порядок и поехали. Хочу рассказать вам про вещь, которая меня спасает в последнее время. Это маска для сна. Я часто рассказываю про маски для сна, потому что я их безумно обожаю. Потому что я люблю спать в полной темноте. Да, штор с блэкаутом это хорошо, но маска для сна это намного практичнее. Плюс маска для сна позволяет вам создать эффект ночи в любое время, когда вам это нужно. Плюс я очень люблю именно шелковые маски для сна. Потому что шелковая маска для сна это куча плюсов. Это снижение отечности вашего лица, особенно зоны вокруг глаз. Во-вторых, шелк при трении с вашим лицом делает вашу кожу намного более гладкой и намного более ровной. В-третьих, это необычная маска для сна, потому что это маска для сна Dr. Harris и Current Body. У них коллаборация. Dr. Harris, если кто-то не знает, это супермодный косметолог, который знает все об омоложении. Он просто гуру молодости. Все сейчас мечтают к этому косметологу попасть. Много актрис у него обслуживается. В общем, очень крутой мужик, который именно про омоложение. Фишка в чем? Они сделали вместе с Current Body вот эту маску. Это маска для сна с такими силиконовыми пупочками. Во-первых, что делает эта маска? Эта маска плотнее прилегает к вашему лицу, за счет чего вы спите с идеально ровным лицом. И за время сна ваше лицо становится более ровным. То есть, когда вы просыпаетесь, вы уже не сильно помятый человек. То есть, это создает вам такой эффект лифтинга и разглаживания лица без каких-либо вмешательств и внедрений. Это именно история борьбы со старостью и борьбы с тем, что ваше лицо неизменно тянется к полу. Закон гравитации еще никто не отменял. Маску вы одели, она натянула ваше лицо, и вы в этом разглаженном виде просыпаетесь. Одеваем маску перед сном и ложимся спать. Эти пупочки силиконовые также давят вам на акупунктурные точки. Тем самым снижают вашу мимику во время сна. Ну, допустим, вам снится бывший, и вы хотите его убить, вы корчите рожи кому-то во сне. Наша мимика продолжает работать даже во время сна. И вот эта маска ее останавливает. То есть, вы действительно будете спать, и ваше лицо действительно не будет двигаться. Маска того стоит, очень крутая. И, конечно, я обожаю шелковые маски для сна. Ну, и к тому же, это такая потрясающая эстетика, потому что маска суперкрасивая, и мне очень нравится ей пользоваться. Сейчас вы много можете где увидеть эту маску, потому что даже актриса Кейли Кока перед Эмми спала в этой маске. Она выкладывала это в Инстаграм. Кейли Кока, актриса. Многие ее знают по теории большого взрыва, но люди моего возраста знают ее по сериалу зачарованные, блядь. Да, это называется старость. Не суть. Маска действительно очень крутая, и вот зона вокруг глаз действительно выглядит очень гладкой, ровной, отдохнувшей. И прям вот отечность вообще просто маска уходит. Давайте так. Это видео о том, как я пытаюсь себя экстренно привести в порядок с утра, когда тебе вообще ничего не хочется. Но нужно куда-то идти. Я вот сейчас просто у меня есть еще чуть-чуть времени, я поэтому решил вам быстренько рассказать, что вообще происходило. Эта история именно про то, как срочно себя реанимировать, потому что некоторые из этих процедур я чаще делаю вечером, но в экстренных ситуациях можно сделать и утром. Так, умывание. У меня сейчас средство для умывания от Санды Райли, называется Ceramic Sleep. Это очень интенсивная умывалка, она прям для очищения кожи, потому что она сделана на основе французской зеленой глины, также в ее составе экстракт рисового масла. И самое главное, что она сделана на основе церамидов. То есть в умывалке церамида это классная история, потому что когда вы регулярно используете церамиды, они восстанавливают ваш липидный слой. Я перешел на эту умывалку, потому что сейчас похолодало, блять, ветер, сушит лицо как пиздец, и я уже пытаюсь хоть чем-нибудь спастись. Короче, крутая вещь, стоит до хрена. Но вещь действительно крутая. Дальше средство, которое советовали многие из вас, ну точнее оно у меня уже было, но многие из вас про него писали, потому что я показывал сыворотку от этого же бренда, Гельтек. Это их самый известный продукт, называется он энзимно-пектиновая маска. Суть в чем, бренд Гельтек это достаточно старый бренд, с большой историей, его знают очень многие косметологи. Мне кажется, чуть ли не все российские косметологи его знают. Если вы делаете лазерную эпиляцию, то скорее всего вы тоже знаете же бренд Гельтек. Они выпускают в промышленных объемах вот этот гель-проводник и очень много салонов его используют. Вот эта маска тоже очень давнишняя. Это энзимная маска, которую юзают огромное количество косметологов. Просто сейчас Гельтек пустили в продажу для простых смертных нас с вами. Это потрясающая вещь. Я бы не назвал это маской. Это пилинг. Это пилинг для вашего лица. Косметологи используют это как один из первых этапов для того, чтобы подготовить вашу кожу ко всему остальному. Это пилинг перед очищающей маской. Это пилинг перед чисткой. Это пилинг перед микротоками. В домашних условиях ее можно использовать тоже по-разному. Не удивляйтесь, что такой большой объем, потому что вам нужно использовать таким плотным слоем. То есть берем, наносим это на лицо шпателем, кисточкой, плотным слоем. Если у вас есть время, то можете еще до кучи наложить сверху полиэтиленовую пленку. Так это будет работать 10 раз интенсивнее. Но можете, как я, просто нанести и оставить. Дальше смываем теплой водой через 15 минут и охреневаем от гладкости своей кожи. То есть это прям очень интенсивный пилинг. Я редко делаю это утром. Чаще я это делаю на ночь, потому что мало ли чего может от пилинга покраснеть лицо. Это нормально. И за ночь, собственно, уже все пройдет. Утром, когда вы делаете, есть один очень огромный бенефит. Ебать, какая гладкая кожа. Тон любой ложится как по маслу просто. Ваша кожа просто, блин, гладенькая, как ни в себя. За счет этого вы получаете дополнительный эффект гладкости и очищения пор. Это именно энзимный пилинг. Перед микротоками делать эту маску просто восхитительно. Вы сняли весь ороговевший слой. Дальше нанесли гель-проводник и делаем микротоки. Эффективность усиливается. Перед очищающей маской у вас лицо будет просто чище, чем после любого косметолога. Это работает по принципу холодного распаривания. То есть, перед чисткой, перед очищающей маской. За счет этого очищаются все ваши комедоны, все ваши закупоренные поры. Охренительная штука. Самые главные активно действующие ингредиенты это, конечно, энзимы. Молочная кислота, которую я обожаю. И пектин. Это самое хитовое средство марки. Многие его знают. И многие мне про это писали в комментариях. В общем, классная вещь. Очень рекомендую. По старинке мой давний-давний фаворит это маска от Милк. Годы идут, а я ее по-прежнему обожаю. Я по-прежнему не нашел ее аналог. Потому что это маска для супер ровного цвета лица. Она просто must have. К сожалению, в России до сих пор не продается маска Милк. Вроде как Культ Бьюти по-прежнему не хотят доставлять нам в Россию маску Милк. Это именно маска на основе арбуза. Я ее очень люблю. И я так надеюсь, что Милк приедет в Россию. Она дает быстро, экстренно здоровый, красивый, ровный тон лица. Плюс я обожаю вот эту историю со стиком. Потому что наносить это очень удобно. Ну, то есть просто разнесли и все супер. А потом у вас не валяется грязная кисточка, как у меня. Потому что я, блин, оставляю кисточки из-под масок валяться и засыхать. Ну, в общем, просто очень люблю эту маску. Я про нее уже 100-500 раз рассказывал. И она просто восхитительна. Извечная проблема, которую мы, как всегда, решаем. Это тонировка волос. Я очень часто получаю комплименты на тему цвета волос. Что у меня он такой холодный. Что он у меня не вымывается. Ого, ребятки. Если бы вы тонировали волосы так же часто, как это делаю я, он бы тоже у вас не вымывался. Он вымывается постоянно. Особенно, когда ты потеешь в зале. Особенно, когда ты постоянно моешь голову. Я ненавижу ходить с грязной головой. Я мою голову часто. Вымывается у меня все так же, как у всех. Любая тонировка. Нет ни одного красителя, который будет вот прям покрасили и до следующего окрашивания ты ходишь. Нет. Я постоянно использую поддерживающие средства. И помимо шампуня, бальзама, кондиционера, которые фиолетовые для охлаждения, я использую еще тонирующие средства. Я вам показывал много разных. Вот это внезапная любовь, которая стоит абсолютно доступных денег. Это маска от Аравия. Называется она Blonde Revive. Линейка Blonde Care. Это маска-кондиционер оттеночная. Это именно тонирующая маска. То есть она делает ваши волосы сильно холоднее. То есть она придает им цвет. И как вы видите, моя башка не желтая. Эта штука очень сильно похожа на штуку от L'Oreal Pro. Просто это стоит намного доступнее. А цвет от нее гораздо приятнее. Потому что от L'Oreal'евской штуки, если сильно осветлены концы, они синие. Вот от этой нет. К тому же у этой маски есть один гигантский плюс. На осветленных волосах она дает эффект как от ламинирования. Потому что волосы становятся супер сильно блестящие. Я оставляю не на 5 минут, как они заявляют. Я хожу подольше. Очень крутая маска. Прям такие гладкие, блестящие и именно протонированные волосы. Потому что это не в эффект как от кондея, когда вы как бы помыли, у вас там что-то охладилось. Но как бы не очень. Она прям тонирующая. Ну и как бы если вы хотите платиновые, серебристые, серые волосы, это вообще ваш вариант. И супер бюджетно. Потому что обычно все мои самые любимые штуки, ну как бы не самые бюджетные. На самом деле за такую цену у нее очень хороший состав. Потому что много питающих натуральных ингредиентов. Тут и кокосовое масло, масло подсолнечника, пшеничный протеин, натуральный бетаин. И для осветленных волос это супер штука. Примерно через 15 минут смываем маску. И для смывания маски я использую эко-пады от Гарньер. Это очень крутая вещь. Это вещь, которая прям заслуживает вашего внимания. Многие знают, что Гарньер перешли на зеленую сторону. Они исправляют ошибки юности, назовем это так. Они прям борются сейчас за экологию. Поддерживают различные проекты по сохранению окружающей среды. Они снижают количество пластика в упаковке. Они делают более экологичные составы. Ну, по крайней мере, они делают все возможное относительно того, что было раньше. Короче, выпустили они вот эти эко-пады. Я считаю, что это самый топ в этом сегменте. Потому что пады, они как бы были. Поскольку рынок маленький, они стоили до хрена. Это стоит рублей 500-600, как-то так. В упаковке 3 штуки. Они их продвигают как пады для снятия макияжа. В смысле, наносить на них мицеллярку вместо ватных дисков. Я это использую совсем по-другому. В смысле, я это использую куда шире. Мы используем их для мицеллярки. Это синтетика, супер мягко, очень приятненько, как будто вы жопкой плюшевого медведя вытираете себе лицо. Очень мягенько, прям ми-ми-ми. Эти пады плохо впитывают жидкость, за счет чего они полностью ее отдают. И у вас расход средств не увеличивается. С помощью этих же самых падов я наношу тоники, эссенции, все, что я обычно бы наносил с помощью ватного диска. Также с помощью этих падов я смываю маски, как со всеми вот этими многоразовыми полотенчиками и так далее. Вы поняли? Просто это легко споласкивается под струей воды. Это не нужно стирать. Вы не ощущаете себя прачкой каждое утро, когда вы что-нибудь делаете со своим лицом. И еще один очень важный факт. Это можно кинуть в стиралку, и оно не развалится на части. Это действительно многоразовая вещь. Я просто раз в неделю кидаю полотенца для лица, которые я использую, и вот эти пады, которые я там напользовал за несколько дней, чтобы они были прям чистые-чистые. И действительно, это важный этап в сохранении окружающей среды. То есть не 100-500 ватных дисков, не 100-500 салфеток, а эко-пады. Тема потрясающая. Сейчас гарнир действительно очень стараются, потому что даже вот эта коробка сделана из переработанного картона. И это вам не сраный гринвошинг, потому что они реально это делают, по крайней мере, очень сильно стараются. Раз уж мы заговорили о гарнире, я сейчас тестирую их новые маски. После маски Милк я рекомендую использовать что-нибудь успокаивающее, что-нибудь балансирующее, что-нибудь освежающее. Потому что она действительно очень насыщенная. Сейчас я как раз тестирую маски от Гарниер. Они обновили свою серию. Они действительно прям стараются, ребятки. Новая маска, абсолютно веганская. Не тестируется на животных. Они сократили упаковку. Действительно весьма логичный шаг. Мне очень понравились сами маски. Они сделаны не из какого-то говна, а как вот сейчас вот эти модные корейские маски, которые хорошо прилегают к лицу. Мне больше всего понравилась маска с витамином С. Эта маска на основе высококонцентрированного витамина CG. Это производная витамина С. Сделано все это на основе экстракта ананаса. И маска действительно по составу более натуральная, чем все, что они делали до этого. Маска супер приятная. Она действительно очень освежает лицо по утрам. Такое приятное увлажнение. Плюс цвет лица выглядит значительно бодрее. Я люблю витамин С с утра, потому что ты так вроде просыпаешься, и цвет лица не такой землистый. Плюс витамин С хорошо, когда вы не выспались, потому что в целом вы как-то пободрее выглядите. И маска действительно очень приятная за свою недорогую цену. Вместе с тканевыми масками я обожаю юзать мою LED-маску от Cure'n Barry. Я часто делаю LED-терапию вечером, но тут, как говорится, чем больше, тем лучше. Я обожаю LED-терапию. LED-терапия для ровного цвета лица, для возвращения тургора к коже, потому что LED-терапия это потрясающая неинвазивная процедура, которая помогает вашей коже приходить в тонус и сохранять упругость и молодость именно самой кожи. И я прям вижу значительный прогресс, но я действительно все вот это время, пока у нас все эти локдауны, карантины, мы избегаем человечества, я делаю много ухода. И сейчас у меня просто одно из лучших состояний моего лица. Обязательно посмотрите вот это видео, я там рассказываю подробнее про эту LED-маску. И по промокоду Mark вы получите приятный бонус. Для меня LED-терапия это must-have и это лучшая маска в этом сегменте. Ну, а пока маска действует, мы идем с вами пить кофе и завтракать. Мне опыт показал, что на гаджетах экономить не надо, потому что хорошие гаджеты классно работают, доставляют вам удовольствие и показывают реальный результат. А на чем-то можно сэкономить, как например тканевые маски. Маска с витамином С от Garnier ничем не хуже аналогичных масок с витамином С из более дорогого сегмента. Эффект вы получаете такой же. А возможно даже и лучше. По утрам, как всегда, отбеливание зубов для идеально белого цвета, для свежести вашей полости рта. Регулярно отбеливаю зубы утром и вечером. У меня полоски Rigel. Многие годы люблю, обожаю. Покупаю, нравятся. Очень люблю эти полоски. Они действительно самые комфортные. После них не повышается чувствительность зубов. Потому что все мои попытки попробовать что-то другое или вот это отбеливание зуб вызывают у меня дичайшую чувствительность. И это просто невыносимо. Я даже сам процесс не могу выносить. Это все из-за того, что эти полоски не содержат перекиси водорода. Совсем недавно полоски стали продаваться на Озоне и на Вайлборис. И там самая выгодная цена за одну пачку. Если вы еще до сих пор не пробовали полоски Rigel, то вы обязательно должны это сделать. На их официальном сайте действует акция «Три по цене одной». Использовать эти полоски очень легко. Просто приклеиваем на верхнюю и нижнюю челюсть и идем по своим делам. Эти полоски полностью растворяются во рту. Вам не нужно полоскать рот. Вам не нужно чистить зубы после этого. Вам не нужны вспомогательные приборы. Они полностью растворяют, оставляют приятную свежесть во рту. Плюс они еще убивают все возможные бактерии и налет на зубах. Потому что вы можете сделать это где-нибудь в течение дня. На полный курс нужно 2 недели и 2 упаковки. Также третью пачку вы можете использовать для поддержания цвета. Или перед важным событием на выход. А также если вы используете экстремальный оттенок помады. Я также рекомендую эти полоски визажистам. Потому что когда вы делаете какой-нибудь яркий макияж и используете экстравагантный оттенок помады. Для того, чтобы вашу клиентку полностью все устраивало. Вы можете использовать эти полоски для экстренного вау эффекта. Патчи. Без патчи не могу жить по утрам. Тут по акции в Литуале. Там по-моему уже началась черная пятница. Они как-то в этом году охренелись черной пятницы. Ну типа черная пятница в октябре началась. Ребята, черная пятница это последняя пятница ноября. Ну тут уже со скидкой 50% были мои любимые патчи от Too Cool For School. Я их уже показываю вам хреновую тучу лет. Это охренительные патчи. Во-первых у них гигантский размер. Они супер холодненькие. Они очень приятненькие. Они очень освежающие. Они сделаны на основе кокоса. Ты их прилепляешь, у тебя пол лица сразу в этом патче. У тебя так все взбодрилось. Они так вкусненько пахнут. Они не сползают. У них достаточно пропитки. Не слишком много, не слишком мало. Мне очень нравится их форма и размер. Они вообще под любое лицо. Плюс эти патчи попадают вам на носогубку. За счет чего у вас очень хорошо разглаживается лицо. И уходит отечность вот из этой части. Очень их люблю долгие годы. Их не часто можно найти. Потому что их разбирают действительно очень активно. Но я очень люблю эти патчи. Они даже у меня в боксе были когда-то. Потрясающая вещь. Если они есть онлайн, обязательно ловите. Потому что это классная вещь. И она действительно работает. Заодно покажу патчи для губ. Я уже сразу прилепляю все. Это патчи от Coco Star. Это очередная история. Не понимаю, нахер это надо. Потому что у меня есть ряд патчей для губ. Которые действительно мне нравятся. Которые действительно работают. Которые действительно дают какой-то эффект на губах. Увлажнение, гладкость, питание. Это патчи в красивой баночке из инстаграма. Я заказывал на Асосе просто заодно. У них красивая баночка. Действительно очень приятненько. Но эти патчи делают нихуя. Нихуя и стоят тысячу рублей. Нихуя за тысячу рублей. Это мне кажется очень дорого. Это почти как очередной инфо-цыганский марафон по акции. Вы как бы платите тысячу рублей. А получаете ровным счетом нихуя. Пропитки здесь мало. Это не гидрогель. Это силикон. Они отваливаются с вашего рта. Ну ладно. Допустим спишем на то, что у меня щетина, борода и так далее. Плохо прилепляются. Но они бестолковые. Я просто их юзаю, чтобы допользовать. Ну хоть закончитесь у меня. Мало пропитки. Они полусухие. Я каждый раз пытаюсь что-нибудь путное из этого получить. Но без толку. Если хотите классные патчи для губ, могу показать супер бюджетные в каком-нибудь другом видео. Просто пытаюсь это даюзать. Смываем маску с волос и наносим масло для волос. У меня персерит сейчас особого восторга оно у меня не вызывает. Это такой, знаете, вариант, при котором мне все как бы нравится. Но кипятком я не писаю. То есть претензий к нему нету. Но более дешевые масла меня также устраивают. Единственный его плюс в том, что у него текстура супер легкая, как у масла Ауай, который я показывал. По-моему масло Ауай стоит подешевле. Эффект такой же вы можете получить от масла Эльсеф, которое меня тоже вполне устраивает. Ну то есть эффект окей. Текстура хорошая. Это упаковка говно, потому что она стеклянная, конечно, классно, но этот пульверизатор, блять, сука, плюется во все стороны. Даже если вы ни разу не трясли упаковку, нормальное масло, но каких-то особых эмоций оно у меня не вызывает. Просто сейчас пытаюсь допользовать его. Не забывайте, пожалуйста, про уход за вашим телом. У меня здесь внезапная банка. Она отсвечивается почему-то на видео. Это лосьон для тела Кайли, которая Кайли Дженнер, которая Кайли Скин. Ну, давайте так. Я с небольшим интересом отношусь к этому бренду, как и к самой женщине, но как бы ее косметика теперь официально продается в России. Там где-то тихо плачет Оксана Самойлова, потому что золотое яблоко достаточно активно промоутирует косметику Кайли, а Оксана Самойлова как бы ну куда теперь со своими банками по цене Fenty? Ну, как бы она очень быстренько пошла нахуй. Вы заметили, что Оксана Самойлова прекратила рекламировать свои банки и стала рекламировать свои марафоны? Бля, про это мы поговорим отдельно. Пишите в комментариях, если вы ждете новогодний марафон, потому что там будет много чего веселого. Короче, я просто решил попробовать хоть что-нибудь из Кайли и как бы попробовал лосьон для тела. Это, знаете, такая комфортная, безопасная вещь. Это приличный лосьон для тела. Ну, то есть, он не вызывает у меня какого-то дикого восторга. Вау, это Кайли Дженнер. Ну, то есть, это нормальный лосьон для тела. А он вкусненько пахнет химическим кокосом. Он приятно увлажняет, он быстро впитывается. Стоит он, по-моему, две с половиной тысячи рублей. Лосьон окей, но я вам могу найти средства и подешевле, которые будут давать вам такой же эффект. Вы от него не умрете, прыщи не вызывает. Какой-то липкости, жирности нет. Да, хорошее средство, но сказать, что это must have, вы не можете без него жить, как сейчас рекламируют линейку Кайли. И, господи, да боже мой, попробуйте вы хоть что-нибудь другое. Ну, пожалуйста, рынок огромный. Блядь, ну, серьезно, ребят, когда у людей покупают рекламу, я все понимаю. Но, блядь, я ненавижу слова уникальные. Такого никогда не было. А вы в магазин ходили, там море всего. Вы можете купить все, что... Ну, типа, ребят, it's okay. Это ничего особенного. Я предлагаю сделать новую рубрику, которая не про разочарование. Она про банки, которые я купил, которыми я пользуюсь, но они не вызывают у меня восторга. И они стоят до хрена для того, что они делают. У меня ко многим достаточно популярным банкам такая претензия. Ну, типа, хули это было? Зачем это было? Почему это столько стоит? Как песня Монеточки. Почему за такое баблище, такое дерьмище? Не могу сказать, что это плохие банки. Это просто банки, которые должны стоить, ну, рублей 100, ну, 200. Ну, ладно, если хорошая упаковка, 600. Ну, короче, вы меня поняли. Перед кремом наносим сыворотку. Сейчас у меня сыворотка... Это тот же самый гильтек, просто у них есть побочная линейка, которая называется The U. Это как раз-таки более клиентская история. Сам гильтек, это такая про-история. Косметологи знают, потому что многие косметологи это используют. А для домашнего ухода для нас с вами сделали вот эту линейку, которая называется The U. Ну, вы поняли. Я вам показывал эту сыворотку вот в этом видео. True Baby Face. Потрясающая вещь. Она у меня почти закончилась, потому что это сыворотка-гибрид. Когда я не знаю, что мне сегодня надо намазать прямо сейчас, я могу использовать это, и все окей. Это вам и витамин С, и неоцинамид, чтобы ваши поры были чистые и гладкие. Эта сыворотка и борется со старением, и стоит она очень сильно приятненько. Ее можно использовать и утром, и вечером, если вы так и не разобрались, когда вам что надо нанести. У нее очень натуральный состав, там очень много экстрактов всяких ягод. Такая универсальная сыворотка на все случаи жизни, для здорового цвета лица, для омоложения. Очень классно работает, стоит адекватных денег. После масла я использую сейчас Вау из календаря. Очень нравится штука. Эта штука делает волосы очень красивыми, очень фотогеничные, как в рекламе понтин. Только это не треса, а ваши волосы. И их до этого не пидорили 3 часа с утюгами и так далее. Вау, это такое топ покрытие, которое дает сильную гладкость и потрясающий блеск на ваших волосах. Плюс волосы очень круто расчесываются. Особую любовь к этому средству питают девушки с некрашенными волосами, потому что натуральные волосы он делает просто великолепными. Используем его перед сушкой, и когда вы высушиваете, визуальный эффект напоминает нано-пластику. То есть такие гладкие блестящие волосы. Шампунь и кондиционер от Вау полное говнище, никому не рекомендую. Они даже голову не моют, блядь. Филарга Oxygen Glow, крем для самой красивой кожи. Он ухаживающий, но ебать какой он красивый. Ебать какое красивое лицо он делает. Охуительный крем. Ну вот серьезно, ребята. Я возвращаюсь к нему уже который год. Раньше я еще добавлял в него бусра от H2O. Это крем, который помимо того, что он увлажняющий, помимо того, что он выравнивающий тон, он дает вам эффект гладкой, ровной, сияющей кожи, но при этом ваша кожа не жирный блин. Выглаживает ваши поры, он делает здоровый ровный цвет лица, и вообще он просто потрясающий. Да, филарга стоит недешево, но филарга дает вау эффект на лице. Вот если мне нужно куда-то пойти, и вообще я хочу прям свежести и отдохнувшего вида, вот это всегда, как после каникул. Вот всегда, всегда кожа получает комплименты от этого крема, потому что у него есть как уходовый эффект, так и декоративный. Вот это сияние, вот эта вот гладкость вашей кожи невероятная, он прям совершенно потрясающий. Это больше для молодой кожи, для тех, кто чуть старше и уже видит какие-то первые признаки того, что вы не молодеете. Линейка NCF, очень крутая. Ну, про нее расскажу потом. Короче, филарга это уже давняя любовь, я уже не знаю сколько лет. На сегодня это все. Надеюсь, вам понравилось видео из ванной. Я прям очень прошу, посмотрите видео, которое я снимал два года назад, тоже в ванной, потому что мне кажется, это такая крутая история. Вы можете сравнить мое такое до-после. Потому что я, к сожалению, не продаю марафоны о том, как похудеть. Я рассказываю вам просто историю из моей жизни, но вот мне кажется, это видео будет самое очевидное до-после вообще в истории. С вами был я, Марк. Подписывайтесь на мой канал и я надеюсь, что мы увидимся совсем скоро. Меняйте себя и мир вокруг вас изменится. Пока-пока!